Здравствуйте! На первом городском время новостей. Информационная картина пятницы 21 апреля в репортажах наших корреспондентов в студии Ирины Коробко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Под ударом стихии в Одесской области из снежного плена вызволяли автомобили, а на базарной из-за непогоды рухнул балкон. Страшно, я очень переживала, чтобы не рухнула наша же балконная дверь. 21 километр и 2000 спортсменов. В июне стартует масштабный забег – Одесский полумарафон. Мы начинаем уже работать в таких событиях на международной арене и конкурировать в Восточной Европе. Известный актер Михаил Багдасаров побывал на съемках одесского фильма «Сотка». Эксклюзивное интервью Первого городского. В своем творчестве пишите слово «любовь», «дружба», «искренность» с большой буквы. И все подробности прямо сейчас. Больше трехсот спасенных людей, обесточенные села в Одесской области продолжают ликвидировать последствия стихии. В течение дня движение на трассе Одесса-Киев в районе Любашевки ограничили для грузового транспорта. Однако уже к пяти часам вечера дорогу открыли. Тем не менее, непогода повлияла и на пассажирские рейсы. Все подробности знают наши корреспонденты. Ольга – хозяйка квартиры, где упал балкон. В час ночи проснулась от страшного грохота и вызвала спасателей. Они до самого утра сбивали остатки аварийной конструкции. К счастью, обошлось без пострадавших. Части балкона рухнули на припаркованный автомобиль. Страшно, я очень переживала, чтобы не рухнула наша же балконная дверь вместе с балконом. Когда ребята работали, предупреждала, чтобы не упирались, потому что боялась, что сейчас часть фасада тоже рухнет. С нас даже брали подписку, что балкон в аварийном состоянии, чтобы мы на него не выходили. Мы на него и не выходили. Два года назад в этом же доме упали сразу два балкона. Само здание – памятник архитектуры, доходный дом Штрекенбаха. Жители говорят, в последний раз капитальный ремонт здесь делали 40 лет назад. Люди не раз обращались к коммунальщикам, но безрезультатно. Они написали о том, что дом не считается аварийным, что он не внесен в смету на капитальный ремонт. Ничем помочь не могут. Еще моя мама писала письма о том, что с чердака снять. Там очень много черепицы, когда перекрывали, что все это рухнет. Но никто никогда не обращался. Идем в ЖКС Портофранковский. Узнать, почему не реагируют на обращения граждан. Вначале общаться с журналистами здесь отказываются. Но потом поясняют, балкон, да и здание в целом в нормальном состоянии. А почему конструкция рухнула, не знают. Дом не в аварийном состоянии. А почему он рушится? Почему он рушится? Балкон рушится. Три балкона? Три балкона, да. Так что... Ну, по словам местных жителей, у памятника архитектуры протекает крыша, трещины в стенах, а фасад потихоньку разрушается. Из пяти балконов сейчас осталось только два. Чиновники, в свою очередь, говорят, теперь памятник архитектуры ждет техническое обследование. Виновата, наверное, наша система ЖКХ советская, да, которая фактически большинство памятников архитектуры довело до такого состояния. Сейчас это все легло на плечи местного бюджета. Если я уже приехал сюда, да, то я уже как бы, естественно, наберу на себя какую-то ответственность по дальнейшему ходу событий по этому дому. Чтобы провести все экспертизы, понадобится несколько месяцев, говорят в мэрии. А уже потом будут искать средства на восстановление здания, как минимум, исторического фасада. Александра Ченкова, Эдуард Шендорович, Первогородской. Эпидемия Менингита Одессе пока не грозит. Об этом заявили в областной администрации. Напомню, 16 апреля в Белгороде-Днестровском от инфекции скончалась 15-летняя девушка. Однако чиновники уверяют, вспышки заболевания нет. Медики уже предприняли все необходимые меры предосторожности. Они проверили родственников, друзей и все, кто контактировал с девушкой. Симптомов опасной инфекции пока ни у кого не обнаружили. По словам чиновников, у подростка диагностировали самую опасную форму заболевания – менингококковый сепсис. Ежегодно в Украине от него умирает около 10 человек. Ситуация абсолютно штатная. То есть здесь нету какой-то сумасшедшей вспышки эпидемии менингококковой инфекции. Сегодня те 50 лиц, которые были обследованы, у них не подтвердился диагноз. То есть у них носительство этой инфекции не подтвердилось. Это значит, что они сегодня являются в эпидемиологическом плане безопасны для окружающих. Госзакупки для чайников. Чиновников научат эффективно использовать деньги государственного и местного бюджетов. Сотрудников обладминистрации отправят на специальные семинары, а через несколько месяцев их работу проверят аудиторы. Пока что под контроль попали только городские и самые крупные предприятия области. В ходе проверок нашли нарушения в 85% планируемых тендеров. Часть из них на сумму почти 247 миллионов гривен уже отменили. Вот мы сегодня мониторим всех, но в первую очередь госпредприятия и те структуры, которые уже давно работают. Мы даем пару месяцев на то, чтобы запустилась нормальная работа в районах. Чтобы люди сначала прочитали это все, задали нам вопросы, получили ответы. В эти выходные в Украине поминальное воскресенье. Движения возле Таировского и Еврейского кладбищ перекроют. Пропускать будут только маршрутки и автомобили инвалидов. Коммунальщики и стражи порядка организуют места для парковок. Схему разместят на официальном сайте патрульной полиции. Возле других кладбищ также планируют дежурить копы. Они будут контролировать безопасность дорожного движения и следить за общественным порядком. Нарушителей будут сначала предупреждать, а потом штрафовать. Хотелось бы попросить не только о соблюдении правил дорожного движения, а также напомнить о том, чтобы воспитание и взаимоотношения между людьми всегда помнилось и соблюдалось, а также о том, что распитие алкогольных напитков – это также есть правонарушение. Между тем, священнослужители уверяют, чтить память усопших нужно на девятый день после Пасхи, то есть во вторник, а не в воскресенье, как многие привыкли. Поминальный день называют Радоницей, и в этом году она выпадает на 25 апреля. В этот день принято молиться в храме за упокой родных и близких, а после проведывать их могилы на кладбище. Однако устраивать там трапезу, а тем более распивать алкогольные напитки, церковь запрещает. Это следует делать дома. Не стоит и оставлять на могилах еду. По традиции, ее отдают нуждающимся лично в руки, чтобы и они помолились за упокой умерших. Остальные факторы о том, что вот оставим рюмочку с чем-нибудь кусочком мяса или хлеба на могилке для почившего – это не христианские обычаи. И, конечно же, этого нужно избегать и постепенно избавляться от этих предрассудков, которые были навеяны, ну, мягко, скажем так, временем религиозной безграмотности. В глубине сероводорода сверху мусор. Эксперты программы развития ООН провели самые масштабные исследования Черного моря за последние несколько лет. Мониторинг проводили на территории Украины, Грузии и Российской Федерации. Выводы ученых неутешительны. За последние 20 лет кислородный шар Черного моря сократился на 25 метров. Теперь в некоторых местах он составляет не больше 100 метров, дальше сероводород – двухкилометровая мертвая зона. А вот на поверхности образуются целые мусорные острова. В рамках анализа морской воды ученые обнаружили высокое содержание нефтепродуктов, пестицидов, бытовой химии и фармацевтических препаратов. «Окремо, також я хотів би звернути увагу на надмірне збагачення органікою вод Чорного моря. І результатами дослідження прийшли до висновку, що основним джерелом такого забруднення є води Дунаю. І для нас це є чіткий сигнал, що ми повинні активізовувати нашу присутність в дунайській стратегії». Сейчас експерты при поддержці Євросоюза розрабатують національну морську стратегію, яка предполагає в тому числі план по спасенню Чорного моря. Проект должны презентувати вже в цьому році. «Очень хорошая нова для України, що це збирається так называемими дескрипторами. Їх там 11. І в рамках нашого проєкту ми почали робити на 8 із них. Це значить, що це большой шаг для України в процесі ассоційції цієї морської директиви». «Он сыграл в 200-х фільмах і серіалах, снимал короткий длинний метр, получив звання заслуженого артиста. Ізвестний актер Михаил Багдасаров побував на съємках одесской киноленты «Сотка». Свою роль в проєкте пока держит в секрете, но, уверяє, фільм получится на ура. Що заинтересовало актера в нашій картине, яким він видить развитие українського кіно, і на що следует обратити внимание современным режиссерам в ексклюзивному інтерв'ю «Первого Городського». Тишина на площадке. Рад з вами наконец-то познакомиться. Первый вопрос. Ви приїхали в Одесу специально для съємок фільми «Сотка». Какі у вас первые впечатления, що понравилось, як роботається в команде? Роботається в команде прекрасно, потрясающе, потому що в голові этой команди стоїть Александр Беляк. І, відповідно, все должно бути перфектно, хорошо, отлично. Як ви думаєте, яким буде фільм, що ви от нього ожидаєте? Ну, я... Як ви думаєте? Я уверен, що він хорошим получится. Дай Бог, йому хороший прокат. Але поки рано об цьому ще говорити, друзі. Щас давайте немножко наберемося терпення, закінчимо производство, постпродакшн, і там вже взорлим. Тепер поговоримо о закінченном. В вашій фільмографії більше ста фільмов. Ви до цього работали на Одесской киностудії? Какі у вас от нього впечатления? Як думаєте, є ли у нього вообще будущее? Я работав, конечно, на этой киностудії много раз, і завжди мечтав на ній работать. Я від всей душі желаю колегам просто больших успехів, больших бюджетів і прекрасних проектов, що можна пожелати. Ну, а то, як все сложиться, думаю, що все, в конце концов, сложиться хорошо. До недавних пор в Одесу був запрещен в'їзд для російських актерів. Як ви думаєте, цілесообразно ли снимати совместні фільми? І вообще, стоить ли це делать сейчас і в будущому? І зараз я приїжджаю, с удовольствием приїжджаю і чувствую тепло роботників кинематографа, які, конечно, не змінились, вони займаються делом. Це замечательно. Вот як тільки ми почнем займатися делом, яке нас об'єднє, то сразу все і получится. І останній питання. А вот именно сейчас, на чому стоить сосредоточиться українським режиссерам, актерам і сценаристам? А що стоить оставити на потім? Я имею в виду фільми? Ви знаєте, мій педагог Хатиненко Владимирович, коли ми уходили з його курсу, висших режиссерських курсів, він сказав замечательну фразу, яку я запомнил на всю жизнь. Она звучит таким образом. В своєм творчестве пишите слово «Любовь», «Дружба», «Искренность» с большой буквы. Вот, собственно, мій ответ на вопрос. Спасибо вам большое за ответ, Михаил. Було очень радо с вами познакомиться. Надеюсь, скоро увидимся. До свидания. Спасибо вам. До свидания. 25 июня в Одессе пройдет масштабный забег Одесса Хелф Марафон. Чтобы пробежать 21 км, зарегистрировалось уже около полутысячи человек из 15 стран мира. Также желающие могут преодолеть и дистанции поменьше – 10, 5 и 2 км. Примут участие в полумарафоне и представители силовых структур. А для всех желающих накануне забега пройдут специальные бесплатные тренинги. И в течение шести недель новичкам и опытным бегунам помогут подготовиться к непростому забегу. Такие мероприятия на сегодняшний день являются как бы инструментом промоушена города на международной арене. Они как бы привлекают спортивный туризм. Сегодня тот же киевский полумарафон, он собрал 10 тысяч участников. Из них более там 10% – это иностранные участники. И мы начинаем уже работать в таких событиях на международной арене и конкурировать в Восточной Европе с такими городами, как Минск, как Вильнюс, Литва. Одесский полумарафон стартует уже во второй раз. Предварительный маршрут проходит по центральной части города и трассе здоровья. Начало забега возле оперного театра вот с местом финиша пока не определились. При этом на время проведения полумарафона в городе частично ограничит движение транспорта. В прошлом году в забеге приняли участие 1100 спортсменов, а в этом ожидают в два раза больше. Нам необходимо четко понимать маршрут, нам нужно четко понимать задачи, которые перед нами стоят для того, чтобы заблаговременно подготовиться и качественно провести марафон. Это лицо Одессы, спортивное лицо Одессы. Наш город, мы считаем, спортивной столицей Украины. Таким стал день. Вы смотрели время Одессы в субботу в 7 вечера. Виталий Миреевич подведет итоги недели. А я желаю вам хороших выходных и прощаюсь до понедельника. Берегите себя и близких. И спасибо, что смотрите. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин